Вот эту вот задачу вы должны будете мне за сегодняшний вечер в домашних условиях довести, ну и прислать по почте, для того, чтобы я дальше наводил критику. Николай Устинов – наставник балаковских изобретателей из школы номер 25. Уже несколько лет он помогает юным талантам реализовывать проекты. Шнековая микрогэс, цветочный горшок с автополивом, особенные стельки с подогревом. Кажется, всё это уже было придумано, но благодаря какой-то новой детали знакомые предметы начинают работать по-другому. И школьники на пути к своему изобретению зачастую шагают от уже известного. Сначала они повторяют известные конструкции, но это возраст средней школы, когда мы все повторяли какие-то чужие модели. Повторив несколько экземпляров, уже хотят внедрить что-то своё. Мы всё проходим через Федеральный институт патентной собственности. Там уж специалисты нам объясняют, это было, это у нас действительно было. После чего мы переделываем, до тех пор, пока не говорят. Всё, а вот это уже новенькое. После чего появляется патент на полезную модель. Для юных изобретателей патент, конечно, важен. Но куда интереснее сам процесс полёта творческой мысли, когда из мимолетной идеи формируется образ будущего изобретения, а потом воплощается в нечто осязаемое. Но Николай Устинов уверен, действительно стоящую модель обязательно надо патентовать. Иначе идею, как говорится, уведут и воплотят другие. Может пригодиться, когда школьник изобретёт что-то стоящее. Вот тогда ему эти навыки пригодятся. Тогда есть гарантия, что изобретение не ускользнёт из страны, а останется. Потому что, когда изобрёл, оглядись. Если этому никому не нужно, оформляй. Если это кому-то нужно, уведут. Промышленный шпионаж его ещё никто не отменял. Но для того, чтобы увидеть запатентованную модель, шпионом быть не обязательно. Юные балаковские изобретатели постоянно демонстрируют свои идеи на различных конкурсах. И именно наглядная модель помогает убедить жюри в том, что изобретение рабочее. Николай Устинов вспоминает случаи, когда прототип, собранный в экстремальных условиях, принёс успех юным учёным. Последние детали нам привёз в поезд, который мы уже с девочками садились, а со школьницами. Мы уже его собрали в поезде, пока ехали, покрасили в гостинице. И на следующий день из трёх медалей Московского международного салона две забрали балаковские школьницы. Вообще на счету балаковских школьников достаточно медалей. Во многом из-за того, что их изобретения просты и функциональны. Я участвовал в двух конкурсах с этим проектом, в питерском конкурсе «Открыв себе учёного». Я там занял второе место. И одному из членов жюри прям очень понравилось, что вот так просто всё было. И на втором конкурсе тоже я занял там третье место в Череповце. Тоже такая же ситуация произошла. В прошлом году в Москве на конкурсе «Меня оценят в 21 веке» я заняла высокую награду, получила, победителем стала, мне дали даже орден. На последнем конкурсе я не заметила каких-то новых разработок. Только была девочка, с которой я, так сказать, соревновалась в одной секции. У неё было изобретение, но уже на антенну. И она была студенткой пятого курса. Но всё-таки ребят, которые занимаются патентованием, очень мало. Сейчас в разработке у ребят несколько идей, над которыми они работают уже несколько месяцев. Плёнка, она матовая с одной стороны, и в тех местах, где фотография должна быть чёрной, она прозрачная. Где она должна быть белой, там остался ещё материал именно из самой плёнки. То есть в процессе проявки он не вымывается. И он сам по себе такого светлого оттенка. И получается, если свет на него падает, он отражается, и его видно светлым. А если он будет на чёрном фоне, через прозрачные участки свет проходит, поглощается чёрной поверхностью, и получается, глазом он видится как чёрный цвет. В начальной школе у меня стало ухудшаться зрение. Стало понятно, что с очками гулять просто неудобно. Мне приходится постоянно брать с собой портфель, чтобы в него положить только футляр для очков. И на занятиях с Устином Николаем Андреевичем я ему предложила сделать складное оправо. Возможно, эти идеи балаковских ребят так и останутся на уровне запатентованной полезной модели без массового использования. Но, наверное, в данном случае важно другое, что школьники придумывают, разрабатывают, изучают и изобретают. И, может быть, когда-нибудь их увлечение наукой принесёт свои плоды.